всем привет вот такой нам клык попался как раз в день обновы мы тогда еще не особо умели управляться героями хотя за эти пару дней ничего особо счетом не поменялось желающих атаковать было очень много но мы основательно подходим к выбору войск и силе атакеров поэтому мы подумали решили что первыми должны пойти горы у них дофига хп если их много атака в принципе так себе но в принципе хорош если их много давайте смотреть что из этого получилось горы высадились с правой стороны и пошли 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 к с я так вначале думал но почему-то столкнувшись с простыми минами они начали вдруг резко умирать добавились еще ракетные установки немного пушек и наши горы с берега далеко не ушли то есть до эсэса было далековато посовещавшись мы решили что у горов ничего не вышло потому что они очень близко подходят и в следующий раз мы решили отправить гренов они бьют просто с невероятной дистанции и мы были уверены что вот это именно та атака когда мы заберем эсэс смотрим что из этого получилось грена высаживается на берегу и начинает сносить все то до чего могут дотянуться вся наша ога наблюдая за этой атакой обрадовалась вот именно та победная тактика которой мы так долго шли но тут происходит что-то невероятное грена вдруг резко начинает один за одним умирать случается полный облом умирает последний грен пришлось собирать экстренное собрание участников опергрупп и решать что же пошло не так почему грены не справились придя к выводу что во всем виновата малое количество хп мы решаем что следующая атака пойдет огнезуками и смотрим что из этого получилось огнезуки высаживается как всегда с правой стороны где уже расчищена в принципе и все свободно к пути эсэса но что мы получаем форменное безобразие они стоят на месте и умирают а умирая что они делают точно взрывают своих же зук сразу же поняв что огневики были лишними следующая атака сходу отправляем просто зук и смотрим что из этого получилось а почему почему бабы высадились слева а не справа как обычно о из-за своей дурости вот они все и погибают на минах какой можно сделать вывод не высаживайте баб одни и . следующих решили выпустить быстроногих торов главное добежать до сс а там пара шоков и дело за малым смотрим но почему то вместо того чтобы бежать ксс под дымом они начали прорубать себе дорогу снайперками приняв наверное их за деревья и решив прорубиться силы ксс идея скажем было так себе теперь мы снова решили дать шанс горам и зукам и соединив их вместе отправили в атаку смотрим что из этого получилось зуки очень быстро начинают высаживаться на берег и на перегонки с горами гоняются кто быстрее добежит дсс и вынесет но до них первыми добежали ракетные установки как видим и даже брошенные 4 аптечки не сильно спасают ситуацию а теперь дорогие друзья давайте посмотрим на секретное оружие опер группы пандора в действии для испытания борьбе вы не нужны есть секретное оружие вы увидите борца каких не знал античный мир самого сильного человека он не боится боли не ведает страха он съедает на завтрак пятерых быков он давит кокосы руками чтоб попить молока это боевая машина я зову его желудь а теперь серьезно бросается фитиль примерно чуть дальше чем центр сс и постепенно высаживаются зуки далее не доходя до фитиля перебрасывайте фитиль под самые сс и чуть с опозданием высаживаются горы чтобы примерно в одно время горы и зуки добрались до фитиля далее бросается четыре плотника дыма и перебрасывается фитиль на сс бросаются три критера и четыре шока как видите ракетные установки бьют по критерам и горам но за один залп так и не могут всех убить за это время звуки сносят все хп всс да не выжил никто но это и не главное всем спасибо за просмотр кому понравилось это видео ставим лайки подписываемся на канал всем пока